Мы с вами знакомы не первый год. Каждый раз, когда нужно платить деньги, вы начинаете рыдать. Дядя, ты обещала сто. Неудобно, он все-таки композитор. Абсолютно все против меня. Надюша, вспомни вечер и радость первой встречи. Она, она волнует без вина. Очень мило. Недорно. Надюша, вспомни вечер и радость первой встречи. Она, она волнует без вина. Что это такое? А что? Как что? Да ведь это же по улице ходила большая крокозила. По улице ходила большая крокозила. Она, она зеленая была. Что это такое? А почему же вы просто не написали? Во рту она держала кусочек одеяла. Какой кусочек одеяла? Кто держал? Надюша, слава слава, за керосином. Ну что вы прикидываетесь овечкой? Ведь это прямое заимствование. Какое заимствование? Просто взял и украл. Мещанин. Вы слышали когда-нибудь слово фольклор? Композитор имеет полное право пользоваться песенным материалом, преломляя его в своем творчестве. Вы знаете, дорогой мой, вы все это расскажите в союзе композиторов. А сейчас? Подавайте деньги обратно. Хорошо, я исправлю. Тут надо только исправить два такта. И тогда никто не догадается. Публика будет визжать и плакать. Не два такта. Не два такта. А все. Все с начала и до конца. Именно то, что вы просили. Номер на три минуты с танцами. Публика будет визжать и плакать. Король дураков весь склеен из пустяков, нежно поддразнивали его коллеги. Сергею Мартинсону доставались роли олухов, кутил, алкоголиков, продавцов пиявок. Еще он первым в нашем кино сыграл Гитлера. Сергей Александрович любил рассказывать, что фюрер якобы внес его в черный список и обещал повесить на первом фонаре. Но две положительные роли в биографии Мартинсона все-таки были. Угольщик в алых парусах и Снегурочка в детском утреннике. Это была его первая в жизни роль. Пятилетний Сергей мужественно доиграл спектакль до конца, а потом расплакался. Но почему его заставили играть девчонку? Да, мне плохо у вас. Ну почему? Потому что я ем чужой хлеб. А вы знаете, как Горик. Чужой хлеб для артистов. Имя Сергея Мартинсона знали далеко за пределами Советского Союза. На каждую премьеру с его участием выстраивались огромные очереди. Французская пресса называла Мартинсона мастером походок, а его ноги изобретательными. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Наши звезды, как сказал поэк. Без нежных пуст, без минус была. Коллеги умело использовали слабость Мартинсона к женскому полу. Если на съемках актер вдруг начинал капризничать, подслали к нему красивую девушку в короткой юбке. Сергей Александрович мгновенно становился веселым. Если бы я, наконец, не заболел, то, уверяю вас, был бы совершенно здоров. Как-то артист пожаловался, что на экране его никто никогда не целовал. Потом добавил, зато я любил за кадром. А это куда интереснее. Зачем твой взор улыбкой мне ответил? И счастье в жизни подарил? Он был женат три раза. Но, как сам признавался, по-настоящему счастлив был со второй супругой, балериной Любовью Добржанской. Ее арест и смерть в лагере переживал до конца жизни. Судьба не раз испытывала великого комика на прочность. Единственный сын умер. Дочь мигрировала в Америку. Власти так и не разрешили актеру поехать с ней повидаться. Сергея Александровича спасала любимая профессия. Он снимался до 85 лет. «Кто-то, наверное, вообще удивляется, что я еще жив», – шутил Мартинсон. Ирина Гончарова, Первый канал.